Соломен Сторма, Курметно Танастар, здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я начинаю свой сегодня уже третий эфир, и он посвящен последним изменениям, которые произошли в нашей стране, а именно ухода на султана Назарбаева с должности президента. Многие из вас не верили, что мы мирным путем добьемся смены режима. Многие из вас не верили, что вообще когда-нибудь возможно добиться ухода на султана Назарбаева. Но сейчас многие из вас радуются тому, что он ушел добровольно. И, конечно, многие из вас понимают, что на самом деле он в полной мере еще не ушел. Он является председателем Совета национальной безопасности. Все предыдущие два года он выстраивал новую структуру, так называемый Совет национальной безопасности, и перетягивал туда полномочия, чтобы стоять над будущим президентом, над правительством, над всей страной. Он внес поправки в Конституцию, где передал себе суперполномочий, назвал себя Елбасы первым президентом. В декабре прошлого года он подписал указы, вследствие которых существующий, например, фонд Самруказана, где почти половина крупнейших предприятий страны, это «Железная дорога» и другие компании, реально подчиняются только ему и только ему. И правительство не может назначать руководителей этой компании. Нефтяной фонд, в котором сосредоточены богатства страны, более 60 миллиардов долларов, тоже подчиняется этот фонд только ему. И только он один, как Ельбасы, принимает решение по расходованию этих средств. И в Совет национальной безопасности входят председатель Сената, председатель Мажелиса, премьер-министр, все руководители силовых структур. И опять же, ими руководит первый президент Елбасы. Поэтому, конечно, мы понимаем, что юридически он выстроил систему так, что фактически, не будучи президентом, он является первым руководителем страны. И начиная с прошлого года, я последовательно рассказывал, что его планы состоят в том, чтобы передать власть членам своей семьи, а именно, дорогие Назарбаевы. И вот, собственно, я сейчас хотел бы рассказать об этих планах его более подробно, потому что он шаг сегодня сделал в реализации этих планов. И последуют новые какие-то шаги. Я хотел бы заранее предвосхитить все его действия. Я могу сказать, что об этих событиях я предупреждал 5 октября 2016 года. Находясь во французской тюрьме, после того, как в сентябре 2016 года умер президент Узбекистана Ислам Каримов, в Казахстане начались быстрые изменения. Главой Центральной избирательной комиссии стал Берег Имашев. Это куда? Дорогие Назарбаевы. Его дочь вышла замуж за сына дорогие Назарбаевы. И я последовательно объяснял, каких изменений теперь стоит ожидать. Я тогда еще не знал, что буквально через несколько месяцев я выйду из тюрьмы. Но, конечно, я был убежден, что это произойдет. Но просто я вышел где-то приблизительно два месяца раньше, когда высший французский суд отказал в экстрадиции России и другим странам, сказав, что идет политическое преследование. Собственно, за несколько месяцев до своего выхода из тюрьмы я подробно описал, какие произойдут глобальные изменения в нашей стране, и что Назарбаев в конечном итоге потеряет власть, и что он будет привлечен к ответственности, будут арестованы его активы, вся его семья попытается убежать за пределы страны. Это все описано в моих постах. 5 октября 2016 года вы можете зайти в интернет, забить в Google. Называется серия постов «Анатомия политической власти Казахстана». Почему анатомия? Потому что авторитарная система строится не на демократических институтах, когда есть парламент, когда есть правительство, когда есть судебная система. Авторитарная система строится на власти одного человека, в данном случае на султана Назарбаева, и на отдельных персоналях. Поэтому, чтобы нашим гражданам было понятно, какое будущее ожидает нашу страну, я сепарировал буквально, как человеческий организм, всю власть, всю власть по персоналиям, и назвал этот пост «Анатомия политической власти Казахстана». Вы можете в гугле забить фразу «Анатомия политической власти Казахстана», и вы увидите серию статей, и увидите, что то, что я предсказывал, многое уже реализовано. А именно, произошли аресты. В частности, бывший председатель Комитета национальной безопасности был арестован в декабре 2016 года Нуртай Дудбаев. В этом же я посте предсказывал, что будут устранены различные приближенные, но султана Назарбаева, такие как Нуртай Быкаев, он устранен. Также я предсказывал, какие силовые структуры будут перестроены, куда будут переведены, и вы увидите, что мои прогнозы очень многие уже исполнились. И остался теперь заключительный этап, заключительный этап перестройки всей политической системы страны. Я хочу сказать сначала свое мнение, мнение свое о текущей ситуации в свете тех событий, которые произошли сегодня. Ко мне сегодня обращались различные мировые издания с просьбой дать интервью. Я коротко сказал, но на самом деле я не изложил детально те планы, которые пытается реализовать Нурсултан Назарбаев и те угрозы, которые стоят перед нашим будущим. Именно угрозы. Мы должны ясно себе представлять, что сегодняшние изменения – это первый шаг, первое землетрясение к тем новым изменениям, которые произойдут в нашей стране. И новые изменения должны произойти благодаря нам, нам, гражданам Казахстана. Когда я писал свои посты в октябре 2016 года, в то время не было политической силой, которая могла перехватить эту власть, которая могла бы объединить граждан, и которая могла выйти с ясной программы развития страны, с такой программой, чтобы к ней было доверие, с такой программой, чтобы люди понимали, что не будет никакого хаоса, и мы построим новую демократическую страну. Последние два года вы видите, что наш шал, как говорят казахи, Аль-Жиган, он впал в маразматическое состояние. Если он не считает вполне свою заготовленную речь, то каждое его выступление – это анекдот, каждый его выход – это анекдот, выход его дочери, дочери вызывают гнев и возмущение, или какие-то новые анекдоты. Поэтому персональная власть Нурсултана Назарбаева давно деградировала. И деградацию этой власти вы ощущали в своей жизни, повседневной, ежедневной. Ваша жизнь неизменно ухудшалась. Произошло две девальвации национальной валюты. У нас каждый год в одно и то же время происходит наводнение. И каждый раз вы убеждались – эта власть не способна решить проблемы страны, не способна построить сильные государства. Эта власть глухая. Эта власть в лице Нурсултана Назарбаева крала десятки миллиардов на ваших глазах, притом это делала нагло. Как я многократно говорил, в 2017 году Нурсултан Назарбаев просто перевел из бюджета страны 8 миллиардов долларов в казком и за два тенге оформил ведущий банк страны в пользу своего взятия. Все эти шаги показывали, что страной руководит алчный, неадекватный и марматический человек по фамилии и имени Нурсултан Назарбаев. И сегодняшнее событие, которое произошло, это по сути дела логический шаг к тому, чтобы рухнула эта политическая система. не просто ушел от власти Нурсултан Назарбаев, не просто вместо него пришел Хасанжумар Такаев, как я его называю, мебель. Мебель, который не понимает, что делать. Его поставили как куклу, чтобы дергать за ниточки, чтобы он исполнял волю, волю Нурсултана Назарбаева, а не волю народа. И эта деградация власти привела к тому, что в итоге мы увидели децентрализацию власти. Власть разъехалась в разные стороны. Даже если Нурсултан Назарбаев его оформил в виде Совета национальной безопасности, оформил себе какие-то особые привилегии, позволил нам всем фактически наблюдать, как он забирает в свое прямое управление фонд национального благосостояния всей валютной резервы страны. Но на самом деле это конец режиму. Я действительно поздравляю вас и поздравляю всю страну. Нас ждут большие перемены. Теперь я хотел бы сказать, какие перемены ждут и что должны мы делать. Ничего не изменилось на самом деле с точки зрения планов Нурсултана Назарбаева. А планы таковы, что поставив временно исполняющие обязанности президентом Хацамажимар Токаева, он хочет власть передать членам своей семьи. В 2007 году, хочу обратить ваше внимание, в 2007 году, не в 2017, именно в 2007 году у Назарбаева была передача и перестройка власти следующее. Он предполагал, что он назначит президентом страны Хацамажимар Токаева. Председателем Сената он поставит Даригу Назарбаеву, а премьер-министром поставит Карима Масимова. И силовые структуры, комитет национальной безопасности, министерство внутренних дел, он надеялся поставить своих людей и как бы отойти в сторону и дать возможность, чтобы эта власть функционировала дальше еще 30 лет. И это позволило бы кланам его семьи продолжать грабить страну, продолжать остаться богатыми людьми. Но после того, как в 2016 году умер Ислам Каримов, Назарбаев понял, что доверять можно только своим близким родственникам. Нельзя доверять Кариму Масимову, нельзя доверять Хацамажимар Токаева. Хацамажимар Токаева можно использовать, чтобы он временно занял чью-то позицию, за ниточки его подергали и потом отодвинули. Собственно, он был председателем Сената, потом был министром иностранных дел, потом снова председателем Сената, затем его отправили замгенерального сектора ООН, потом он снова вернулся, снова стал председателем Сената. То есть, вы видите, что нынешний президент, исполняющий обязанность президента, это на самом деле тень, мебель, которого я, конечно же, лично знаю, мы с ним работали в правительстве и знаю, что это человек, который вообще ничего из себя не представляет. Вот представляете, что президентом Казахстана страны девятой по размеру в мире становится мебель. Мебель безучастная, безучастная ко всему, безучастная гражданам страны, которые думают только о том, чтобы остаться в этой политической верхушке и продолжать соучаствовать в грабеже нашей страны. Вот что такое, что из себя представляет Касможемар Такаев. Он никто, он мой мебель. И так, но природа авторитарной власти так устроена, что власть не делится. Не делится между парламентом, не делится между правительством, не делится между судебной системой. Вы знаете, какой бы ни был сильный президент в Соединенных Штатах Америки, парламент его сильнее. В парламенте есть много возможностей заблокировать указы президента. Если президент страны подпишет какой-то указ, если судья Соединенных Штатов Америки увидит, усмотрит в этом нарушение закона, он имеет право отменить. Так было уже несколько раз с указами президента США Трампа, когда федеральные судьи отменяли его решение и запрещали применение этих указов. Но это демократическая страна, когда между разными ветвями власти идет борьба, баланс, и это приводит к тому, что выполняются законы страны. В авторитарной системе, когда власть принадлежит одному человеку, это даже не авторитарная, это диктаторская система. Сейчас Назарбаев как бы отошел в сторону, но вся власть формальна у него. При этом он не может не участвовать на выборах. Власть у него пожизненная, как у первого президента Казахстана и все эти положения он вбил в конституцию страны. Это диктаторская страна. А в диктаторской стране власть принадлежит одному человеку. И когда Нурсултан Назарбаев сейчас заводит на должность исполняющий обязанности президента Касымжимар Такаев, да, это мебель, но это все равно у этого президента есть какие-то полномочия. Очевидно, что нужно ждать назначения председателем Сената Даригу Назарбаеву. И существующая власть начинает разбегаться в разные стороны. Но это же вертикальная власть, она пронизывает воле одного человека судебную систему, парламент, правительство, акимы областей. Это воля одного человека. И вот представьте себе после решения, которое сегодня принято Нурсултаном Назарбаевым, эта воля разъезжается и размывается. Таким образом, произошла децентрализация власти, как бы Назарбаев не оформлял теми или иными решениями, назвав себя председателем Совета национальной безопасности, лидером нации, первым президентом. Факт произошел. Произошла децентрализация власти, а это именно то, что нужно нам, гражданам Казахстана. Это именно то, что приводит к развитию страны, когда разные ветви власти балансируют между собой и не подчиняются одному человеку. Сейчас, пока формально все осталось в его руках, как бы. На самом деле, сегодня очень важный и исторический день. Я хочу еще раз сказать, что произошла децентрализация власти, которая привела к ее ослаблению. И мы, граждан нашей страны, должны добиться перемен. Добиться не просто перемен, чтобы вместо Назарбаева сел Такаев или Дарига Назарбаева и остаться с пустыми надеждами, с надеждами, что вот новый человек придет, будут изменения. Я знаю, что многие из вас будут думать, а вот давай подождем еще 20 лет, сейчас вот он пришел и все изменится. Ничего не изменится, потому что Назарбаев глава мафиозной коррумпированной верхушки. Он главный мафиози. И замена произойдет одного мафиози на другого мафиози. Мы должны полностью добиться смены режима на всех ее уровнях. Все те, кто сейчас так или иначе занимает ключевые посты в этой системе, они должны быть отстранены. нельзя на них молиться, нельзя им доверять. Я знаю, что есть сторонники, например, у Яманголита Смагомбетова. Они часто пишут свои комментарии, сейчас поменьше, но я по этому поводу всегда говорил, что это член мафии, один из заместителей Нурсултана Назарбаева, который, работая на государственной должности, стал миллиардером. Он просто сейчас занял другую позицию. Кто-то из вас скажет, а давайте им анголи. Нет, никто из членов этой мафиозной группировки не должен прийти во власть. Никто. Потому что они будут продолжать ту политику, которую проводил и проводит Нурсултан Назарбаев. Когда все богатства страны делятся между политической верхушкой, вся власть принадлежит этой узкой политической верхушке, и тогда все богатства страны уходят вверх, и тогда вы бедный, а они богатый. Именно тогда, когда народ не управляет, не контролирует власть, такие факты происходят. При этом происходит не только в Казахстане. это происходит в России, когда вся власть принадлежит Путину и его политической верхушке, это происходит в Алжире, это происходит в Венусселе, это происходит во всех странах, где власть не контролируется народом. И тогда богатство уходит вверх этой узкой кучки, и вы все равно бедны. Это политическая система. Поэтому мы должны ликвидировать эту политическую систему. У нас сейчас появился исторический шанс. Если это было несколько лет назад, конечно, наверное, нужно было ждать, какие изменения произойдут, но за это время, за последние два года произошли другие изменения. мы создали политическую организацию «Демократический выбор Казахстана». Нас поддерживают десятки тысяч людей. У нас есть политическая платформа, и в политической платформе мы заявили, что мы построим реально демократическое государство без должности президента. Почему без должности президента? Потому что в нашем случае именно в Казахстане или постсоветских странах должность президента приводит к тому, что появляется новый диктатор. Он перетягивает на себя полномочия, используя силовые структуры. Комитет национальной безопасности, Министерство обороны, и он начинает стоять опять над властью, над всеми, над всей страной, и появляется новый диктатор. Так было в Туркмении, когда вместо Туркменбаши пришел нынешний, и вот полуголодной стране он поет песни, разъезжает на машины, везде вешают его портреты, скульптуры. Это же происходит в Узбекистане, ушел Ислам Каримов, пришел Мирзиоев, ничего не изменилось. Так же было и в России, когда вместо Ельцина пришел Путин, и он просто натянул на себя полномочия, и опять стал диктатором. И все эти перемещения, когда он с должности президента уходил на позицию премьера, ставил Медведева президентом, снова возвращался, весь этот цирк в такой политической системе диктаторской будет продолжаться. И у нас появился шанс прекратить этот цирк и построить действительно реальную демократическую страну. И эта сила политическая называется демократический выбор Казахстана. Мы будем строить парламентскую республику, когда именно депутаты будут избираться народом, не назначаться Назарбаевым, неформально как бы избираться, а именно выбираться народом. Будет один единственный парламент объединенный, и в этом парламенте будет свыше 300 депутатов, которые представляют вас, вас, народ Казахстана. Мы проведем честные выборы в парламент, и эти депутаты изберут правительство. премьер-министра и министров. У меня часто спрашивают, хорошо, Назарбаев уйдет, мы его сменим. Придет новый президент, и он будет такой же, он будет также продолжать воровать. Да, это будет так, если мы оставим прежнюю политическую систему. Это происходит в Узбекистане, это происходит в Туркмении, когда не произошло смены политической системы. Мы построим парламентскую республику, мы ликвидируем должность президента, и если правительство и премьер-министр не справятся, не выполнить обещание, депутат в один день собирается и отправляет в отставку премьер-министра и министров. Сейчас, видите, 30 лет народ Казахстана ждал, когда президент Казахстан Назарбаев уйдет, но он еще не ушел, он встал сбоку, и он как бы контролирует власть, так он думает. На самом деле, он уже ее потерял, мы все должны это осознавать. Еще, когда я говорил, что Назарбаев в 2007 году задумывал такой проект, когда председателем Сената будет Дорига, президентом будет Касамжимар Такаев, а примером Карим Масимов, он думал, вот такое так называемое трое власти позволит им между собой договариваться и управлять страной. Сейчас такого не будет. В авторитарной стране власть может принадлежать только одному человеку и Назарбаев настойчиво будет продвигать идею, чтобы именно Дорига Назарбаева возглавила страну. Он будет стоять сбоку на позиции председателя Совета Национальной безопасности и пытаться в конце концов сделать так, чтобы она получила реальную власть. Это первый план. Второй план это уже об угрозах, которые нависают на нашей страной. Те планы, которые Назарбаев держит в резерве, чтобы сохранить свои богатства, чтобы его семья не подверглась преследованию. Это объединение с Российской Федерацией. Сейчас вы знаете, что идет активная работа по реализации союзного договора между Россией и Белоруссией. Лукашенко объявил, что да, будет новая валюта, мы согласны, мы согласны, в Белоруссии рубль, в России рубль, ну давайте назовем как-нибудь его по-другому, ну мы согласны. То есть вы видите, фактически идет подготовка союзного договора таким образом, чтобы Белоруссия интегрировалась в Россию. Но мы находимся в таможенном союзе. Речь идет уже идет не просто о Белоруссии, речь идет и о Казахстане. В 2007 году у Нурсултана был следующий план. Предполагалось, что президентом объединенного союзного государства будет Путин, вице-президентом будет Лукашенко, а главой объединенного парламента Казахстана, России и Белоруссии будет Нурсултан Назарбаев, а президентом в итоге будет Касымжимар Такаев, председателем Сената Дарьга, и предполагала, что в случае того, что именно Россия даст гарантия тому, что клан Назарбаева будет находиться в безопасности. Поэтому мы все должны знать, что у него многоступенчатый план. Первый сейчас назначен Дарьгу сенатором, представителем Сената, исполняющий обязанность Касымжимар Такаев имеет право Касымжимар Такаев досидеть до апреля следующего года президентом, а затем выборы. Но в реальности выборы будут объявлены осенью, скорее всего на декабрь этого года. Выборы будут неизбежно объявлены, потому что Назарбаев торопится. Он сейчас в таком возрасте, когда изменения могут произойти немедленно, и он может покинуть этот мир. Поэтому его задача передать членам своей семьи эту власть. Но если он будет видеть, что Дарига не удержит власть, или даже другие, кого он временно оставит на этой позиции, он будет видеть, что нависает угроза над членами его семьи, как собственно произошло в Узбекистане, когда Гульнар Каримова посадили в тюрьму, когда у другой дочери тоже отобрали активы нынешний президент, он когда все это видит, он скорее всего качнется для того, чтобы сохранить свои богатства в сторону Путина и в сторону построения объединенного союзного государства. То есть поэтому я думаю, что уважаемые друзья, не должно быть эйфории, мы должны сейчас методично реализовывать наш план, план следующий, мирная смена режима, построение парламентской республики, это политическая верхушка, узкий слой, я уже говорил, их около двухсот человек, во главе с султаном Назарбаевым, должны понести ответственность за кражу гигантских срез нашей страны. Состояние у султана Назарбаева более двухсот миллиардов долларов США. Ежедневно я выступаю и шаг за шагом показываю, какие активы он украл, и он эти активы хочет сохранить. Поэтому цель наша не изменилась. Эти люди должны отдать капиталы нашей стране, мы должны прекратить жить нищей страной, мы эти деньги реинвестируем в экономику, мы перераспределим среди граждан в основном историческую справедливость за то, что 30 лет он держал нас в нищете, он должен вернуть все эти богатства и понести заслуженную ответственность, сесть в тюрьму. Сесть в тюрьму должны сесть те, кто помогал ему удерживать власть. Имена вы их знаете, это Карим Масимов, председатель комитета национальной безопасности, ряд других лиц, как нынешний член Совета национальной безопасности, бывший министр внутренних дел Касымов, который исполнил приказание Назарбаева и расстрелял мирных граждан Жан-Озени. Что мы должны делать? Мы должны продолжать жить, мы должны продолжать действовать. Я сейчас в целом описал ситуацию и возможно я сказал довольно много, но эта запись сохранится для истории нашей страны, она сохранится как руководство к действию всем нашим сторонникам. Я прошу вас внимательно прочитать мои статьи в фейсбуке, которые называются «Анатомия политической власти Казахстана». И вы там увидите, что много из того, что я описал, оно исполнилось. И те угрозы, которые сейчас существуют, а именно создание союзного государства с Россией, потеря суверенитета только для того, чтобы Насултан Назарбаев сохранил свои богатства, эта угроза безусловно существует. Существует угроза и есть план действия Насултана Назарбаева по передаче власти именно членам своей семьи. Он хочет провести выборы и тогда президент страны пока Касымжумар Такаев дорога побеждает на выборах и возглавляет страну становится президент Казахстана. Касымжумар вернут снова на позицию председателя Сената. Конечно, мне многие могут сказать, а почему теперь Насултан Назарбаев не оставит конструкцию, когда президентом будет эта мебель под именем Касымжумар Такаев, председателем Сената будет Дорига, ну а премьер-министр Оскар Мамин, он же Папин, который ничего из себя не представляет, коррупционер, на которого у Назарбаева огромное количество компроматов и в один день он может посадить тюрьму. Я уже говорил, что в диктаторской системе власть не делится. Не делится, потому что в конес счете кто-то из этих игроков проиграет. поэтому цель Назарбаева сохранить власть для членов своей семьи. Что мы должны делать? 22 марта мы демократические выборы Казахстана объявили митинг по всему Казахстану. Теперь мы должны его дальше реализовать. Ничего не изменилось. Вы живете плохо, у вас нет жилья, у вас низкие доходы, ваши семьи влачат нищенькое существование. С уходом Назарбаева на позицию председателя Совета национальной безопасности ничего не изменилось. С приходом на должность исполняющей обязанности президента Касамжемарта Катакаева вы не разбогатели. Поэтому мы должны жить и продолжать. Несколько слов о Касамжемарте Токаеве. Вот он поехал в Швейцарии, работал зам генерального секретаря ООН. Его выдвинула Россия, Казахстан и собственно это невыборная назначаемая должность. Он там поработал. Казахстан подписал массу соглашений связанных с правами человека. Это право излагать свою политическую позицию, участвовать в политических организациях, свобода мнений, свобода митингов. 22 марта мы можем проверить кто же такой Касамжамар Такаев. Была ли польза от того, что он работал заместителем генерального секретаря ООН? Впитал ли он в себя те самые демократические принципы, которые существуют у этой организации? Будут в нашей стране действительно свободные выборы? Будет ли у нашего человека, гражданина Казахстана свобода вероисповедания? Будет ли это государство уважать наши права? Право не молчать? Право на мирные митинги? И мы в этом можем убедиться 22 марта. Я призываю наших граждан 22 марта выйти на всеказахстанский митинг. Власть ослабла, вы стали сильнее, мы стали сильнее, у нас есть большие возможности добиться перемен. И эти перемены не придут сами по себе, потому что Нурсултан Назарбаев сегодня подписал указ, снял с себя полномочия президента и передал власть или исполнять обязанности Касамжумарту такая его мебель, мебели. Нет, это все произошло, потому что эта власть ослабла, потому что требования народа подточили эту диктаторскую власть. И мы в этом должны дальше убедиться, в силе своего народа убедиться, что за человек сейчас у власти, он действительно будет иметь самостоятельную позицию, действительно ли будут демократические изменения, которые вы все ждете, будут ли вообще экономические изменения. И мы в этом должны убедиться, мы должны потребовать, мы должны надавить на власть, мы должны добиться изменений, как добилась Армения, как добился народ Армении 22 марта. Я призываю все граждан в 11 часов дня участвовать в митинге шествия. Все маршруты существуют в интернете, места, где мы будем проводить митинги известны. я призываю вас добиться изменений, построить новую страну, я призываю вас присоединиться к демократическому выбору Казахстана, я призываю вас добиться полного отстранения существующей политической власти от этой верхушки, от власти во главе с султаном Назарбаевым, я призываю вас добиться перемен, изменить вашу жизнь, жизнь всей страны. 22 марта в 11 часов дня все на митинг. Алга Казахстан!